Что, где, когда в Армении Многие телезрители и знатоки эту игру ждут с особым интересом, потому что за стол сядет команда-победительница двух последних сезонов армянских игр. И я приглашаю за игровой стол команду Харуцюна Арзуманяна, обладатель Мраморного Орла Артём Гукасян, проект-менеджер Левон Гюрзадян, проект-менеджер Марьяна Макарчан. Бодуши врач Эдуард Эларян, дипломат Арама из Григорян и капитан команды, обладатель Мраморного Орла Харуцюна Арзуманяна. ПРОЧЕВ КОМАНДЫ И ХАРУЦЮНА Арзуманяна сегодня играют. Леонард Абрамян, Сатеник Саакян, Сывак Багдасарян, Сектор Супер Блиц, Артур Галостян, Варсеник Ордианс, Сымбат Матебусян, Сектор Блиц, Павел Газарян, Елена Хопсепян, Гаяне Месропян, Анжела Асатрян и Сектор Росгострах Армения. Летние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Добрый вечер, господин Вукасян. Да, господин Идучий. Какова была реакция родных и близких после получения Мраморного Орла? Они были в восторге. А на улице чаще стали узнавать? Ну, не чаще. Раньше вообще не узнавали. А сейчас уже, да, иногда бывает. Понятно. Удачи вам сегодня. Против вас играет Гаяне Месропян, экономист из Еревана. В штате Юта, в городе Вернал, есть банк, который построил бизнесмен Уильям Кольдхарп в 1916-17 годах. Внимание, вопрос. Почему же сразу после постройки здания этот банк стали называть посылочным? Время. Как почта началась? На фронт деньги отправляли. 16-17 годы. Может быть, там печатали марк, посылать? Может быть, на войну мне фронт отправляли деньги? И что? Или родным? Может, беженцы из России после вирусовки там оставались и пересылали? Где? Что пьют? США? Город Вернал. Город Вернал. Занимался этими денежными переводами и посылками. А, Вестерн-юнион первые. Вестерн-юнион первые. Или что? Первый банк, который занимался сезонными периодами? Уильям Кольдхарп. Почему говорится, что сразу после постройки? Еще 16-17 год. Может, на месте почты построили? Или здание почты. А, может быть. Использовались камнями. Да, да, здание почты. Или камни из почты. А может, внутри почты не было построили банк? Люди построили банк. А почему 16-17 год? Поставили почты и первые. Форд и война. Ребят, точно почты и банк в одном здании были. Там много мармонов. Именно. Что за счет мармонов? Маркет. Время. Кто отвечает, господин? Отвечает Арамаис Григориан, господин Вище. Арамаис Григориан. Слушаем вас, господин Григориан. Господин Вище, я бы попросил вас формулировку сказать, повторить, если можно. Почему же сразу после постройки здания этот банк стали называть посылочным? Мы думаем, что этот банк построили на месте почты. На месте почты? Здание почты, да. Понятно. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Не щелкает. Вильям Кольдхарт перед постройкой здания для банка рассчитал, что наиболее выгодным способом доставки стройматериалов будет их отправка по почте из Солт-Лейк-Сити в Вернал. Поэтому все кирпичики он отправил по почте. Поэтому сразу после постройки банк Вернале стали называть посылочным. Господин Вукасян вспомнил эту историю, но поздно вспомнил. Ганэ Мескупиан приносит первую очку своей команде, зарабатывает денежный приз в размере 70 тысяч драм от компании Росгострах Армения. Генеральный спонсор летних игр «Что, где, когда» компания «Росгострах Армения», спонсор передачи компания «Юком», спонсор передачи компания «Виваро», партнер телезрителей и знатоков «Нуркан». Реклама на канале «Армения». Внимание, лучшему знатоку сегодняшней игры пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Арцерун Уванысян дарит свою книгу со своим автографом. Напоминаю, что все книги нам предоставляет книжный магазин «Бюрократ». 1-0 в пользу телезрителей. Второй раунд. Капитан во время обсуждения напомнил фразу «Почему?» сразу после постройки, и даже после этого господин Ухосян не вспомнил. Да, господин Ухосян? К сожалению, так. Но вы знали эту историю, читали? Странно, что не вспомнили. Ничего, бывает. Против вас играет Леонард Абрамян, физик из Еревана. В 1967 году профессор Александр Китай-Городский опубликовал книгу под названием «Ре-Никса», которая была посвящена различным лженаукам. Слово «Ре-Никса» используется в русском языке, когда подчеркивается, что речь идет обо всем второстепенном лишнем. А появилось это слово, как говорят, благодаря одному чиновнику и одной краткой резолюции Екатерины Второй на поданном ей документе. Внимание, вопрос. Что же на самом деле написала Екатерина Вторая на этом документе? Время. Свою подпись, свою подпись, свою подпись, она просто Елизавета написала, может быть. Просто очень неразборчивый подпись. Их написала, их написала, их, вместо подписи она крест поставила, типа нет. А почему «Ре-Никса»? А почему «Ре-Никса»? Какой корень есть вообще в этом? «Ре-Никса»? Это «Ре-Никса», типа «Ре-Никса». Не знаю. Это слово используется при обозначении второстепенного. А на пересечении «Ре-Никса» может? Не, не, «Ре-Никса». А почему «Ре-Никса» написала? 67 год китайцев. По-моему, просто подписала она. Может подписала, может написала что-то. Почему-то это слово используется, когда говорят о чем-то второстепенно. Может быть, на французском она что-то на «Ре-Никса». Ладно, вспоминайте, какие там были. Обо всем второстепенным, когда речь идет. И книга была о уже науках. «Ре-Никса». «Ре-Никса». Александр Китай-Городский опубликовал книгу под названием «Ре-Никса», которая была посвящена различным лженаукам. Слово «Ре-Никса» используется в русском языке, когда подчеркивается, что речь идет обо всем второстепенном, лишнем. А появилось это слово, как говорят, благодаря одному чиновнику и одной краткой резолюции Екатерины Второй на поданном ей документе. Что же на самом деле написала Екатерина Вторая на этом документе? У вас 20 секунд на помощь клуба. «Ре-Никса». 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 Екатерина Вторая написала «Чепуха». «Екатерина Вторая написала «Чепуха». Покажите, вы написали эту?» «Да, я написал, если бы прочесть по-английски получится «Ре-Никса». «Че» очень похоже на «Р», ну и так далее, «Хе» очень похоже на «Х». Ваш ответ понятен Внимание, правильный ответ Но чиновник, который плохо владел русским языком Прочел ее по латыни И получилось Ре Никсан 1-1 С помощью клуба Команда берет первое очко Но телезритель Леонард Абрамян Зарабатывает денежный приз В размере 80 тысяч грамм От компании Росгострах Армения Так как команда ответила на вопрос С помощью клуба Что? Ты что? Ты знал? Хорошо Фактически в зале Многие знали эту историю Третий раунд Можно было догадаться Да, господин Арзманян Классический вопрос Что, где, когда Да, согласен Просто мы только на русском написали слово Понятно Но в любом случае Помощи у вас уже не будет Суперплец? Нет Плец Нет Плец Нет Елена Овцепян Против вас играет Елена Овцепян Инженер из Еревана Внимание, черный ящик В декабре прошлого года Недовольные болельщики Итальянского клуба Рома Обвинив футболистов В трусливой игре Преподнесли игрокам То же самое Что мы сейчас положили В черный ящик Внимание, вопрос Что в черном ящике? Я подумал совсем наоборот Для льва Морковка, понятно, дальше еще Слюня овчиков Волки Волки В черном ящике Овчину какую не будет? Нет, вряд ли Вряд ли в черном ящике Что там было? Платочек или так далее Зайцы А еще какие? Животные с трусой Все ассоциируются Кроме ящика Кожевого нет цветолома? Что? Ну да, красного, оранжевого Конечно, но это необязательно А может мышку? А во Франции есть что-нибудь такое? То есть Руди Гартия Для ручки? Нет, сыр, сыр Сыр может быть Мышь-мышь Мышь-мышь Мышь-молка такая Нет, а крыса Может быть они просто бегали плохо Почему спагетти? На трусливую игру Там Руди Гартия Нет, Лев, это не важно Это мы не должны знать Да Кто отвечает? Стас ведущий Отвечает Эдуард Элариан Эдуард Элариан, слушаем вас Господи Нам кажется, что в черном ящике находится морковка Почему вам то? Ну, наверное, вот футболистов сравнили с зайцами А зайцы трусливые И любимая их еда морковка Внимание, правильный ответ Недовольные последними результатами команды Фанаты Ромы Обвинили игроков итальянской команды В трусливой игре И преподнесли им Откроем черный ящик господа Морков 2-1 Дамы и господа У нас в зале присутствует коммерческий директор компании ЮКОМ Господин Арам Барсирян Добрый вечер, господин Барсирян Добрый вечер, господин ведущий Господин Барсирян Какие новые услуги предлагает компания ЮКОМ? ЮКОМ предлагает новые услуги по телефонии Где можно купить предоплатные сим-карты И пользоваться теми же услугами Как у нас в PostPay Universal То есть есть включение всех сетей И не важно, куда ты звонишь Не надо вообще думать Звонишь ли ты в нашу сеть Или в сеть другого оператора То есть то же самое Но только с предоплатой С предоплатой плюс безлимитные звонки внутри сети Понятно, спасибо вам, господин Барсирян Спасибо компании ЮКОМ Напоминаю, что обладателю мраморного орла Компания ЮКОМ подарит новейший телефон А мы продолжаем игру Четвертый раунд Неужели в третий раз подряд, господин Арзуманя? Сплюньте, пожалуйста Дай Бог Сплюньте Пока никак нельзя сказать, господин Юрьевич Очень рано Но хочется Естественно По стрелке против вас играет Сатеник Саакян Веб-дизайнер из Еревана Рассказывают Что произошло это В 1964 году Когда жена музыканта Роя Орбисона Собралась за покупками в магазин Муж предложил деньги А друг Роя Билл Диз Заметил Что хорошенькой женщине Деньги никогда не нужны Эта фраза Вдохновила друзей На создание новой песни Внимание, вопрос Назовите эту песню Которая получила Мировую известность Лишь в 1990 году А если сможете Еще и споите Время 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 Если в 1990 году Только стало известно Кроме фильма Что еще может быть Спастинное событие Было какое-то Какой-то другой фильм С известным саундтреком 90-го года Молчание Время 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 Фильм о женщинах, больше красотка там. Последний импеват у 90-го года. И что, как это в Санкт-Петербурге? Сыр в вашем городе, это лучше. Да, боже, 97-й войска. Ну, обязательно английская песня. Да, да, да. Нет, это, в общем, шведская группа, Ро и там... Кто? Аминька. Кто? Аминька. Господин ведущий, ответ готов. Попробует реабилитировать Сара Майс Кригорян. Слушаем вас, господин Григорян. У меня голос нехороший, но попробую. Внимание, правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ 3-1. Пока Волчок играет за вас, господа. 3-1 в пользу знатоков. Пятый раунд. Уважаемые телезрители, присылайте свои вопросы по адресу. Ереван, Ервардское шоссе 1, телекомпания Армения Ти Ви. Что, где, когда. Или на электронный адрес info.sobachka.pear.in Помните, что на игровой стол не попадут письма, в которых не будет указан источник информации и номер вашего телефона. А письма без фотографии будут рассматриваться в последнюю очередь. Внимание! Все призы телезрители могут получить только после финальной игры летней серии «Что, где, когда. В Армении». По стрелке против вас играет Севак Бахдасарян, предприниматель из Санкт-Петербурга, Россия. В Салернском кодексе здоровья 14 века есть такие строки. Ванну прими, а поев походи или постой. Охлаждение бойся, трава глазам утешения. Утром на горы свой взор обрати, а под вечер, внимание, вопрос. На что же, согласно этому кодексу, нужно смотреть под вечер? Время. На одну? Вечер, вечер, не ночь. На одну? На семью, на солерна где было? На звезды. На что? На звезды. На звезды, на звезды, на луну. На кучи, горкунок танный, чтобы ты уснула. На звезды, на звезды, успокаивает, то есть. На огонь, на огонь посмотри, на огонь. А еще что в вопросе было? На вечер, поед, постой. Ванну прими, поед, постой. Утром на горы. Вечер на равнину может быть. На луну, а у тебя что? Либо на тучи, стой, стой, стой. А если всегда тучи? На луну, как она заходит. На тучи? На звезды, на небо. Домой иди, я думаю. На очаг. На детей. Нет, на что? На собственный дом. На собственный дом. На чай. На вечер, находи дом. На собственный дом. Время. Кто отвечает? Слушаем вас, господин Григориан. Мы думаем, что вечером по этому кодексу надо было посмотреть на свой дом, вернуться домой. И как символ дома может быть тут применен и очаг. Посмотри на очаг, на дом. Вот в этом смысле. Ваш ответ понятен. Ваш ответ понятен. Господин Григориан. Да, господин. А лично вас что успокаивает? Успокаивает? Ну, домашняя обстановка, конечно же, в первую очередь. Внимание, правильный ответ. Вечер. 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 Приносит второе очко своей команде, зарабатывает денежный приз в размере 80 тысяч драм от компании «Росгострах Армения». Дамы и господа, у нас в зале присутствует директор по маркетингу компании «Виваро» господин Армен Сукьясян и руководитель сайта «Випет» господин Артур Михалев. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, господин будущий. Господин Михалев, компания Vivaro работает не только на армянском рынке. Какие успехи у вас на международном рынке? Компания Vivaro представлена на международном рынке брендом V-Bet. В прошлом году мы были номинированы на номинацию лучший онлайн-букмейкер года стран СНГ. Мы ее взяли. В этом году мы номинированы на две номинации. И буквально через неделю на Russian Gaming Week, в рамках которого проходит Betting Awards. Мы ждем новые успехи и надеемся, что и в этом году не разочаруем наших клиентов. Спасибо. Спасибо, господин Михалев. Желаю вам успехов. А мы продолжаем игру. Шестой раунд. Азартный, азартный. Внимание! В финале летней серии игр «Что, где, когда» в Армении будет разыгран главный приз – «Мраморный орел». Если в финале победят знатоки, то «Мраморного орла», а также денежный приз в размере 400 тысяч драм от компании «Росгострах Армения» получит лучший игрок этой команды. Если же в финале победят телезрители, то «Мраморного орла» и денежный приз получит автор лучшего вопроса финальной игры. Сектор «Блиц». Сектор «Блиц». Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать одну очко, знатоки должны ответить на три вопроса подряд. Внимание! Вопрос первый. Арташес Ягазарян из города Тулуза, Франция, просит вас закончить мысль французского писателя Гиде Мопассана. Мужчина, преодолевший длительное сопротивление женщины, больше всего ценит на не ее добродетель, а свое время. Потраченное время! Потраченное время! А, потраченное время, да, да. Потому что это ковиза. Нет. Да, в общем, да, то же самое, да. Терпение, то же самое? Еще! Стоек, свое, свое, кроме времени. Белые волосы, свое, свои белые волосы. Стоек, свое, свои белые волосы. Терпение, то есть, все-то... Нет, нет, это она. Леван Гюлзадян. Слушаем вас, господин Гюлзадян. Нам кажется, Детич ждет о его времени, потраченном на достижение цели, о терпении, что он проявил. Терпение или время? О своем потраченном времени. Ценит потраченное время? Да. Внимание, правильный ответ. Мужчина, преодолевший длительное сопротивление женщины, господин Гюлзадян, больше всего ценит не ее добротетель, а свое упорство, терпение. Не могу понять, как может он оценить то время, которое он потратил. Легко. 3-3. Время, деньги. Все, нормально. Телезритель Арташес Егазарян приносит третье очко своей команде и зарабатывает денежный приз в размере 90 тысяч драма от компании «Росгостра Армения». Армения. Седьмой раунд. Сейчас рассматриваем стол, да? Уже какие вопросы выпадут? Вероятность больше всего, да, Супер Блица? Я так понимаю. Кто останется за столом? Господин Арзуманян, есть ли выпадет Супер Блиц? Пока не ясно. Пока не ясно. Против вас играет Варсеник Ордиянс, студентка из Еревана. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Закончите, пожалуйста, мое четверостишье. А может прыгнуть с парашютом, чтобы заслужить авторитет? Ну или в космос полететь? С ума сошла я. Что за бред? Ведь для того, чтобы на земле оставить след, вовсе не надо... Время? Отуда лететь? Вовсе не надо. Оторваться от нее. Оторваться на земле. Умереть? Вовсе не надо. Ты лифму тут увидел вообще? Оставить след, вовсе не надо. Принес парашютом. Принес парашютом. И полететь в космос. Оторваться с места. Вовсе не надо. Давайте прочитаем. Что? Вообще не надо уходить с земли. Оторваться с места или что-то в этом матье. чтобы оставить след, чтобы оставить след, чтобы оставить след. Давайте думаем. Говорить бред? Нет, нет. Годите на свет. Не надо оставить след, не надо умереть. Оставить след вовсе не надо. Просто оторваться след. Уйти отсюда. Время. Время. Кто отвечает? Я отвечу, только, пожалуйста, если можно повторите. Я сейчас прочитаю. Закончите, четверостишья телезрительницы. А может прыгнуть с парашютом, чтобы заслужить авторитет? Ну или в космос полететь. С ума сошла я. Что за бред? Ведь для того, чтобы на земле оставить след, вовсе не надо. Оторваться с места от земли. Оторваться с места от земли, да? То есть авторитет, бред, след и оторваться от земли. Ну по рифму. По смыслу. Внимание, правильный ответ. Внимание на экран. А может прыгнуть с парашютом, чтобы заслужить авторитет? Ну или в космос полететь. С ума сошла я. Что за бред? Ведь для того, чтобы на земле оставить след, вовсе не надо. И запретать велосипед. 4-3 в пользу телезрителей. Студентка Варсеник Ордианс приносит четвертый очко своей команде. Зарабатывает денежный приз в размере 100 тысяч роман компании «Росгострах Армения». Вы целую минуту даже не думали о рифме, господин Армения. О рифме думали, но, к сожалению, не придумали подходящую рифму, господин Армения. Понятно. Продолжаем игру. Восьмой раунд. Обычно вы ставите очень много версий вашей команды, господин Армения. Включайтесь. Сектор Супер Блиц. Три вопроса по 20 секунд, размышления на каждый, играет один знаток. Кто остается за столом? Играет Артем Гукасян. Артем Гукасян играет. Против вас играет Арпинем Макарчан, преподаватель из Еревана, господин Гукасян. Сегодня в Супер Блице вас ждут картины современного испанского художника Ивана Баренечия, который в гротескном стиле иллюстрирует известные произведения мировой литературы. Внимание, вопрос первый. Посмотрите на экран и скажите. Тишина абсолютная в зале. Какое произведение 19 века здесь проиллюстрировано? Время. И какое же, господин Гукасян, произведение? Что-то ничего не приходит в голову. И все-таки? Белоснежка. Ну или дама с собачкой, ладно. Белоснежка или дама с собачкой? Я просто не помню, Чехов когда написал этот рассказ, он в 20 веке тоже жил. Господин Гукасян, Белоснежка или дама с собачкой? Ну, дама с собачкой, ладно. Белоснежка раньше была все-таки, да. Внимание, правильный ответ. А где там собачка? Ну, черное что-то там, я не знаю, что... Ну, как что-то? Ну, кошка или собака, непонятно. Понятно, что кошка. Эту иллюстрацию испанский художник выполнил к сказке братьев Гримм Белоснежка. Пять стрель. И телезрительница Арпине Маккорчан. Конечно, там было яблоко, корона, царица. Но Белоснежка это все-таки более ранняя сказка. Они просто записали, это не праздник 19 века. Это не праздник. Это фольклор. Телезрительница Арпине Маккорчан приносит пятое очко своей команде. И зарабатывает денежный приз в размере 110 тысяч драма от компании Росгострах Армения. Генеральный спонсор летних игр «Что, где, когда» компания Росгострах Армения. Спонсор передачи компания ЮКОМ. Спонсор передачи компания ВИВАРО. Партнер телезрителей и знатоков Нуркан. Реклама на канале Армения. Все, забыли, проехали и успокоили. Дамы и господа, у нас в зале присутствует генеральный директор проекта Нуркарт, госпожа Марина Даллакян. Добрый вечер, госпожа Даллакян. Добрый вечер, господин ведущий. Госпожа Даллакян, Нуркарт выдается только с кредитом или можно и без? Конечно, можно и без. Скажу больше, это изначально дебетовая карта. Кредитная составляющая это просто дополнительная опция для тех людей, которым нужны деньги. И еще есть одно преимущество, если ложить на карту свои собственные дебетовые средства, можно зарабатывать деньги, как депозитную карту. Так что да, можно и без кредита. Спасибо. Спасибо. Продолжаем игру. Счет 5-3 в пользу телезрителей. Давайте. И мы начинаем 9-й раунд. Расстроился господин Гукасян. Хочет спорить? Капитан не дает. Не хочет спорить. Не хочет спорить. Против вас играет Павел Казарян, инженер из города Подольск, Россия. В 1929-33 годах промышленное производство США сократилось вдвое. Продажи автомобилей снизились. Упало количество проданного жилья. Все меньше стали покупать бытовой техники и мебели. В это же время в экономике появился термин «эффект губной помады», с помощью которого эксперты предлагают определять особенности финансового кризиса. Внимание, вопрос. Через минуту объясните нам суть этого эффекта. Время. Народ, алкоголь использовали, может быть, в этом произведении. Помаду же расплавляют, потом чем переплавляют. Чем больше помады, тем больше вечеринок и так далее. Свет остается по-любому от помады. Эффект губной помады. Может быть, чем темнее, чем светле помада. Чем больше вы используете, чем выкурили. Чем больше у девушки помада остается, тем хуже экономическое состояние. То есть она почти до конца уже красивая. Да, до конца использует. Почему губной помады? Хорошо, это как бычка, чем длиннее бычки. То есть как этот эффект работает? Ну, если помады осталось очень мало, то... Чем больше потребляйте вещи, остаются тем меньше, меньше нужно. То есть каждое происшествие в экономике, плохое происшествие, оставляйте след. Нет, это полчина слоя на бакале губной помады. Это сворачивается у банана. То есть краска выплачена до конца, до конца, до конца, чтобы покупать налоги. Время, кто отвечает? Леван Гюльзадян отвечает. Леван Гюльзадян, слушаем вас, господин Гюльзадян. Нам кажется, что эффект заключался в следующем. То есть помада, которая выкручивается, и там большой карандаш, чем больше этот карандаш был использован, тем хуже экономическая ситуация. То есть когда лучше люди живут, там карандаш они с половины отбрасывают, не используют. А чем он больше использован, то есть дошел до корня, тем хуже экономическая ситуация, люди экономят и прячут сбережения. Понятно. Ваш ответ понятен. Господин Гюльзадян, а вы знаете, что такое эффект фастфуда? Эффект фастфуда нет. Не знаете. Чем больше используют, тем меньше, тем больше экономят. Внимание, правильный ответ. Карванг. Дело в том, что в тяжелые времена потребители стараются экономить и перестают тратить деньги на крупные и дорогие вещи. Но косметику, как мелкий и необременительный для бюджета продукт, продолжают покупать. Таким образом потребители не перестают делать покупки, а просто переходят на более дешевые товары. В том числе, да, из ресторанов переходят в фастфуды. Телезритель Павел Казарян приносит шестое победное очко своей команде. Зарабатывает денежный приз в размере 120 тысяч драм от компании «Росгострах Армения». Победа телезрителей. И я называю имена победителей. Гаяне Месропян с вопросом о банке. Сэвак Бахдасарян с вопросом о кодексе здоровья. Арташес Егазарян с вопросом о упорстве. Варсеник Ордианс с вопросом о велосипеде. Арпинем Экарчан с вопросом о велоснежке. Павел Казарян с вопросом о эффекте губной помады. Павел Казарян с вопросом о велосипеде. Господин Арам Барсирян, кто был лучшим игроком, знатоком сегодняшней игры? Очень трудно на самом деле сказать, потому что, наверное, не очень сложилась игра у знатоков, к сожалению, сегодня. Но, по-моему, активным очень был господин Арамаис Григориан. Арамаис Григориан становится лучшим знатоком сегодняшней игры. Получает книгу «Ванакашинутсюна Аястаны Ерурт Харапетутсюном» с автографом Арцруна Хованисяна. А также джаз-пакет «Триватном» от компании «Юком» на три месяца. 50 тысяч драм на свой игровой счет от компании «Виваро». И мастер-карт «Голд-карту премиум-класса». Голд-номер тарифного плана «Нурбилайн» и 50 тысяч драм в сети партнеров. Господин Ваган Агавелян. Да, господин Ваган Агавелян. Кто был лучшим телезрителем? Я думаю, лучшим был вопрос с четверостишием. А в велосипеде? Да, в велосипеде. Вассейн Кордуянс. С вопросом о велосипеде становится лучшим телезрителем сегодняшней игры и получает 50 тысяч драм на свой игровой счет от компании «Виваро» и мастер-карт «Нуркарт» «Голд-карту премиум-класса», голд-номер тарифного плана «Нурбилайн» и 50 тысяч драм в сети партнеров от компании «Нуркарт». Игра закончена. Спасибо за игру! А мы встретимся ровно через неделю на канале «Армения ТВ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!